Ящик Пандора они открыли, если сейчас с водой перекрыли Зменогорский, а когда станет холодно, мы его перекопаем, ну а нам другого варианта. Мы же цивилизованные люди, нужно как-то решать этот вопрос. Вопрос назрел давно, когда в 2012 году люди отдавали по 75 тысяч за газовые трубы одному из застройщиков, Вячеславу Гаврилову, они верили, что скоро не придется покупать дрова. Спустя годы ничего не изменилось. Восемь лет мы прожили с печкой, углем и дровами. На дрова мы 7 тысяч и 14 тысяч, ну это в год, не в год, на сезон, за уголь за 4 тонны. Ну это нам не хватает. А вот Вячеслав Гаврилов говорит, всего хватает, по крайней мере на сегодняшний день. На средства жителей около 5 миллионов рублей проведены трубы. Технические условия, чтобы газ пришел в дома, соблюдены. Есть даже судебное решение о беспрепятственном прохождении газ по трубам. Правда, есть одно но. Чтобы газ пошел в дома, нужно открыть задвижку на сетях, принадлежащих другому застройщику, уже небезызвестному Виталию Гурову. Через суд Русинерго, это ГРО на сетях господина Гурова, обязали выдать акты подключения и акты разграничения балансовой принадлежности. То есть по законодательству они обязаны нам сейчас предоставить газ, как ГРО. Согласен с этим собственник? Не согласен. А он, по словам жителей, не согласен. И зовет тех, кто уже заплатил за трубопровод Гаврилову, заплатить теперь и ему. И тогда газовая проблема решится. На территории Сибирской долины существует несколько товариществ. И вот между собой согласия нет у этих товариществ, скажем так. Из-за этого, получается, страдаем мы в конце концов. Люди страдают. Люди страдают. Если бы был бы, скажем, один хозяин здесь изначально. Комментарий еще одного застройщика, самого Виталия Гурова по этой проблеме, впрочем, как и поводной, нам получить не удалось. Напомню, что разговаривать с нами владелец газовых, водопроводных и электрических сетей в поселке отказался. Это пять минут мы вот с вами стоим. И два вопроса просто. Письменно. Обращайтесь, я письменно отвечу. Ответ мы получили от представителя мэрии. Случайно встретили его в поселке, и вот как он трактует проблему. Гаврилов застройщик, конкурент Гурова, и, ну, скажем так, определенные провокации. То есть, с той стороны у нас есть, к сожалению, на этой территории. Но я знаю, что все разбирательства у них сейчас в судах. Есть решение суда. Вот мне Гаврилов обещает сегодня его подвезти. Я посмотрю, оконечно ли оно вступило, но в силу. И, соответственно, если, так как говорит Гаврилов, что уже к задвижке он должен подойти, мы будем, скажем так, понуждать товарища, либо приставы судебные, понуждать Гурова все-таки эти действия выполнить вместе с обслужившей организацией «Русинерго». Правда в том, что администрация сможет проблему решить, жители верят с трудом, но других вариантов, по их мнению, просто нет. Пока местная власть, администрация свои силы не примет, не захочет принять, если она захочет принять, будет порядок, будет газ, будет вода, будут дороги. Татьяна Голубева, Андрей Печоргин. День с толком.